Александр Юрьевич Корчин, учитель-корреспондент Академии наук, Институт теории физики имени Ахиезера, кафедра физики ядра высоких энергий. Девовышна физика элементарных частинок. Александр Юрьевич, пожалуйста. Добрый день всем. Ну, название вы видите на экране. Вопросы можно будет задавать во время лекции. Пожалуйста, не стесняйтесь. Либо в конце. Я постараюсь продолжить тему, которую так прекрасно раскрыл в предыдущем докладе Сергей Александрович. Фактически он затронул всю физику частиц и физику, и ядерную физику. Мне это облегчает задачу. Но я, возможно, кое-что буду рассказывать более подробно. Значит, я напомню обычные тезисы о том, что физика это фундамент естествознания, и что уровень понимания физики определяет уровень понимания всего окружающего нас мира. Без знания физики атомного ядра элементарных частиц невозможно понять прошлое нашего мира, основные процессы, идущие в нем сейчас. Невозможно прогнозировать будущее. Значит, вопросы, которые люди задавали всегда, это такие, из чего состоит наш мир, как он устроен, и что удерживает его вместе. Я в своей лекции хочу задать только один вопрос, который даже не относится к физике, но он относится к культуре, к области нашей культуры. Вопрос к вам, студенты. Как называется эта скульптура, и кто ее автор? А Гюстраден, вроде как, это мыслитель, или как-то так? Правильно. Ну, все, значит, прекрасно, вы сразу можете ответить на этот вопрос. Значит, вот, собственно говоря, с чего началась идея об устройстве нашего мира. Еще древние греки предположили, вот фамилии этих, кто-то Аристотель, Эмпидоколы, другие философы предположили, что мир, наш мир образует четыре стихии, огонь, земля, воздух и вода, и многообразие предметов и явлений нашего мира представляет собой смесь этих стихий в разных пропорциях. Ну, идея хорошая, она простая, единственное ее минус, что она неправильная. Значит, вот мы узнали, что у нас мир наш состоит из молекул, молекул, атомов, ядер, и работает всегда принцип комбинирования, что более сложное мы строим из более простого. И на этом рисунке мы можем сравнить характерные размеры атомов, ядра, протонов, нейтронов и кварков, о чем я поговорю чуть позже. То есть, если посмотреть на правый рисунок, то мы видим характерный размер атома порядка 10 минус десятой метра. метра, затем мы переходим к ядру атома 10 минус 14 метра. Протоны и нейтроны внутри ядра имеют размер порядка 10 минус 15 метра. И протоны и нейтроны, которые состоят из кварков. Кварки, в свою очередь, размер кварков мы не знаем. пока что мы можем только предполагать, что это точечные частицы, так же, как электрон, который изображен здесь. Ну и мы можем лишь сказать, что размер кварка в данный момент меньше, чем меньше или порядка 10 минус 19 в степени метра, так же, как и размер электрона. 10 минус 18, 10 минус 19 метра. Но в современной теории они считаются точечными частицами. Ну, левый рисунок фактически дублирует, правый показывает, как мы переходим от размера атома к размеру ядра. Дальше от ядра мы переходим к размеру протона. Характерные их размеры в метрах указаны вот справа. И, соответственно, переходим к кваркам и электронам. Да, прошу прощения, я, наверное, что-то пропустил. Нет. Хорошо. Значит, давайте перейдем теперь к одну секундочку. Где-то у меня был слайд один. Ага, да. Значит, перейдем к взаимодействиям, которые существуют в природе. Значит, у меня будет здесь рассмотрено несколько слайдов. Я сначала укажу название взаимодействия, название соответствующей теории, год, в котором эта теория была разработана, авторы теории. Затем я скажу, что является переносчиком взаимодействия в этом взаимодействии. говорится так. Затем радиус взаимодействия. Радиус взаимодействия всегда будет пропорционален, обратно пропорционален массе переносчиков взаимодействия. Это можно запомнить, это общее соотношение. И некоторая характеристика силы этого взаимодействия. Чтобы сравнить разные типы взаимодействий, нам нужна некоторая, ну, условная вообще говоря, шкала. Значит, я начну с гравитационного взаимодействия, которая описывается общей теорией относительности Эйнштейна. В 16-м году теория была создана, точнее, опубликована. Переносчиком взаимодействия является гравитон, который еще не открыт. Масса переносчиков взаимодействия равна нулю. Радиус взаимодействия гравитационного вообще бесконечен силу вот этого соотношения. Ну и мы примем относительную силу это взаимодействие за единицей, чтобы можно было сравнить с другими типами взаимодействия. Следующее хорошо известное взаимодействие это электромагнитное. Ну, классическая теория электромагнитного взаимодействия была создана Максвеллом, вы это учили, но современная теория называется квантовая электродинамика была создана примерно вот в этот интервал 1927-40 годы прошлого столетия. В результате работ многих авторов я отмечу только здесь Дирак, Паули, Фейман, Швингер и Томанага три последних автора получили Нобелевскую премию за создание квантовой электродинамики. Переносчиком взаимодействия в этой теории является фотон. Масса фотона равна нулю. Ну, сам фотон был по существу предложен и открыт давно, в начале 20 века. Радиус электромагнитного взаимодействия равен бесконечности, то есть это взаимодействие фактически существует везде, на любых расстояниях. И относительная сила взаимодействия 10-36-й. То есть по сравнению с ревитационным это взаимодействие в 10-36-й раз сильнее. Следующее, которое я хочу подчеркнуть, это слабое взаимодействие. Оно было фактически открыто в 30-х годах прошлого столетия, но существенный прогресс. Просто вопрос. Да? Открыли, пожалуйста, из каких соображений интенсивность взаимодействия рассчитывается? Ну, интенсивность можно рассчитать, например, если взять два объекта на каком-то расстоянии определенном и сравнить гравитационную силу и электромагнитное взаимодействие двух, одних и тех же объектов. Но, конечно, это в какой-то степени условность, потому что, ну, мы, допустим, не можем там на малых расстояниях измерить гравитационное взаимодействие, пока что так. Ну, я говорю, что это условно, некоторое в каком-то смысле условное, условное сравнение этих взаимодействий, так. Вот. Ну, а тем не менее, для того, чтобы представлять силу взаимодействия, это сравнение подходит. Значит, слабое взаимодействие, следующее важное взаимодействие, значит, как я начал говорить, где-то вот в этих годах, 67-й, был сделан существенный прогресс формулировки теории. Эта теория получила название электрослабая теория. Она объединила слабые и электромагнитные взаимодействия в результате работ авторов Салам, Глэшоу, Вайнберг. В этой теории есть переносчики взаимодействия, слабого взаимодействия, W-бозоны и Z-бозоны. Масса их примерно составляет 100 масс протона по порядку величины. Эти частицы были открыты уже все в 70-х годах прошлого века. Радиус этого взаимодействия составляет примерно 10-18 степени метров, то есть оно очень короткодействующее, относительно интенсивность порядка 10-25. То есть оно менее интенсивное, чем электромагнитное на 10 порядков и существенно более сильное по сравнению с гравитационным. Ну и наконец сильное взаимодействие. Сильное взаимодействие сформулируется в теории, которая носит название квантовая хромодинамика. хрома происходит от слова цвет. Здесь много людей внесло вклад. Я только отмечу тут нескольких Сакатань, Нейман, Цвейх, Хан, Намбу, Гринберг. Ну и наибольший вклад внес Гелман, знаменитый физик. Переносчиками являются глюоны. Масса глюонов равна нулю. И эти глюоны существуют только внутри адронов. Адроны это сильно взаимодействующие частицы. Я чуть позже поговорю. Ну и радиус сильного взаимодействия представляет, является тоже короткодействующим. 10 минус 15 степени метра. Это характерный размер радиуса сильного взаимодействия. Ну и это взаимодействие является самым сильным вот с такой интенсивностью. Если мы сравним теперь все эти взаимодействия на одном рисунке, то мы видим слева гравитация, гравитон, который еще не наблюдается. Внизу в нижней строчке указаны частицы, которые принимают участие в этом взаимодействии. Все частицы подвержены силам гравитации. Далее у нас идет слабое и электромагнитное взаимодействие. Они объединяются сейчас в электрослабое, здесь указаны переносчики взаимодействий, слабого и переносчик электромагнитного это фотон. В слабом взаимодействии принимают участие кварки и лептоны. В электромагнитном взаимодействии принимают участие кварки, заряженные лептоны, я поверю, что это такое, и, конечно, W плюс, W минус бозоны, поскольку они тоже заряжены. Сильно взаимодействие у нас принимают участие кварки и глюоны и переносчиками взаимодействия являются глюоны. Значит, еще раз я покажу эту табличку, о которой вам уже немножко говорил Сергей Александрович, но она действительно важна. я только хочу подчеркнуть, что у нас как бы по современным представлениям материя включает в себя все фермионы, это кварки, показанные в верхней части, и лептоны, показанные в нижней части. Кварки у нас существуют в шести состояниях, которые носят название ароматы кварков, так принято. И есть как бы три поколения фермионов. Первое поколение, второе поколение, третье поколение. Ну, в каком-то смысле поколения отмечают время, сроки, когда эти частицы были открыты, и массы этих частиц растут от поколения к поколению. Топ кварк, вы видите здесь сверху, самый тяжелый из современных фундаментов. частиц все эти частицы считаются фундаментальные, элементарные, и по современной теории, которая носит название стандартная модель, они являются точечными. То есть мы не знаем, пока что не можем ответить на вопрос, являются ли эти частицы структурными, и предполагаем, что они точечные. В нижней части мы видим лептоны, так называемые лептоны, слабо взаимодействующие частицы, точнее, лептоны происходят от слова легкие, от греческого слова легкие, на самом деле частица вот тау уже не легкая, так, ну и соответствующая нейтрина, которые отвечают этим же лептоном, этим же электронам иону тау, ну и наконец в правой колонке мы видим переносчики взаимодействия фотон, галеон, Z-бозон и W-бозон, ну и здесь, конечно, бозон Хиггса не показывает. Значит, на первый взгляд частиц немного, но если посчитать все частицы, которые включены в стандартную модель, с учетом того, что каждый фермион имеет антифермион, античастицу соответственно, еще и так, и галеонов на самом деле восемь, так, и плюс к этому каждый кварк существует в трех цветовых состояниях, то если все это подсчитать, то оказывается 61 частица, что в общем-то даже немало для фундаментальной теории, но тем не менее теория работает, из этой вот, значит, еще раз этот рисуночек показывает эти кварки, ну, в такой вот несколько веселой форме, значит, здесь указаны кварки, первые, которые были открыты, up и down, то есть верхние и нижние кварки, затем были открыты странные кварки, strange, затем charm, это очарованный кварк, затем bottom кварк, наконец топ кварк, самый тяжелый, вот, ну, здесь с правой стороны мы видим электрон, соответствующая нейтрино электронная, меон, нейтрино, меонная, тау, лептон, и соответствующий нейтрино тау, ну, а в правой колоночке изображены переносчики взаимодействия, ну, и вы видите в нижней, в самом низу, это хиггсовский бозон, который был открыт недавно, но я о нем буду говорить чуть позже. Значит, из этих частиц мы конструируем теперь все, что нам нужно, любые частицы наблюдаемые в природе, из кварков, значит, это специи, да, специи, которые нам позволяют объединить кварки, у нас есть лептоны отдельно, и мы из этого всего готовим нужное нам блюдо в виде различных наблюдаемых частиц. Значит, вот, тут более детально, как говорится, наша материя включает в себя кварки и лептоны, кварки образуют адроны, адроны включают в себя так называемые мизоны и барионы, мы будем подробно говорить чуть позже, барионы составляют ядра, наконец, если теперь лептоны объединить с ядрами, мы получаем атомы. Атомы дальше образуют молекулы и фактически мы имеем все составные частицы в терминах частиц материи. Ну и здесь с правой стороны переносчики взаимодействия, вы видите, значит, здесь, например, глюоны, которые описывают сильное взаимодействие, теория, которая описывает сильное взаимодействие квантовая хромодинамика, здесь у нас есть слабое взаимодействие и электромагнитное взаимодействие, они объединяются в электрослабую теорию, и сильное взаимодействие, слабое и электромагнитное, можно теоретически объединить в объединенную так называемую теорию великого объединения, которая еще не проверена, это лишь теория. И, наконец, есть гравитационное взаимодействие. Гравитоны – это переносчики. Квантовая теория гравитации, которую еще предстоит создать. И если эту гравитацию включить в теорию великого объединения, то получится теория всего. Но это все еще в перспективе. То есть пока что мы находимся на уровне электрослабой теории, квантовой хромодинамики, которая и называется стандартная модель физики частиц. Здесь картинка тоже такая простая, показывает те же самые кварки. Но в верхней части показан электрический заряд этих кварков в единицах элементарного заряда положительного, то есть, например, заряда протона. То есть мы видим, что заряд кварков дробный, а именно у нас есть кварки верхний, очарованный, топ-кварки с зарядом 2 третьих, и кварки нижний, странный и ботом, который имеет электрический заряд минус 1 треть. Но так нужно, иначе никак не получается. То есть вот так вот считается. Значит, кварки, как я отметил, существуют в трех так называемых цветовых состояниях. Ну, для удобства выбираем, мы можем выбрать любые три цвета, из которых мы можем составить любой цвет. Значит, ну, предположим, красный, зеленый, синий. У нас кварки имеют три цвета. Соответственно, у нас есть антикварки, которые имеют дополнительные цвета. Так называемые антикрасные, антизеленые, антиголубой, антисиний. Таким образом, что если мы объединим красный с антикрасным, то мы получим белый, получим бесцветное состояние. Ну, или, например, вот лучше взять зеленый и антизеленый. Вот здесь нарисован зеленый, антизеленый. То в результате их наложения получается наблюдаемая частица, которая носит название мизон и которая является бесцветной. Точно так же барион, который мы объединяем из трех кварков. Мы должны взять три кварка разных цветов, красный, синий и зеленый. И можно убедиться, что можно всегда получить бесцветное состояние из трех кварков, которое носит название барион. Соответственно, антибарионы есть такие частицы, например, антипротоны, антинейтроны, которые состоят из трех антикварков, тоже, как говорится, соответствующими антицветами. Ну, и здесь изображен также глюон в виде клея, то есть от слова «глю», английского слова «глю». То есть это как бы частицы, которые склеивают кварки. Вопрос сразу же возник, почему же мы не видим кварки. Значит, фактически оказывается, что кварки находятся внутри адрона. Например, имеем протон, который состоит из двух у-кварков, одного у-д, разных цветов. Значит, и сила, которая связывает эти кварки, она напоминает резиновый шнур или пружину. И эта сила возникает именно за счет глюонов. Свойства глюонов таковы, что они как бы действуют сами на себя. И это называется самодействие глюонов. Ну, это приводит к тому, что взаимодействие между двумя кварками, оно сосредоточено внутри некоторой области, которая похожа на струну. Ну, струна или лента, ну, так условно говоря, резиновая лента. Значит, и если мы попытаемся разорвать теперь силу, которая связывает кварк и антикварк, то сначала они действительно разделяются, доходят до какого-то размера характерного. И дальше эта лента или пружина, она разрывается. В месте разрыва образуется пара кварк и антикварк. И эти пары, опять кварк и антикварк, они объединяются с этими кварками. И у нас образуются опять-таки частицы, которые включают в себя кварк и антикварк, то есть мизон. То есть сами по себе кварки, они не могут вылететь. То есть в тот момент, когда разрывается эта струна, назовем ее, сразу же образуется дополнительная пара кварк и антикварк, и они образуют наблюдаемые частицы. Это явление получило название confinement цвета. Confinement, опять-таки от английского. Слово confine или confinement, ограничение, там, заточение и так далее. И оно означает, что кварки не могут вырваться из наблюдаемых частиц, из протона, из разных мизонов, из нейтрона. Вот. И как бы фактически вот здесь показано, что происходит внутри объекта, например, протона, который вот состоит из трех кварков. Эти кварки связаны этими струнами, или, ну, назовем их струнами, так по современной терминологии взаимодействия. Затем, если мы вносим энергию в эту систему, то есть представьте себе, мы передаем большую энергию протонам, фотонам, например, да. И вот эти струны начинают растягиваться, то есть им надо же куда-то эту энергию, как говорится, передать, растягиваться. В момент разрыва этой струны образуется опять пара кварк-антикварк дополнительная. Дальше у нас получается три кварка у нас отделяются, так, и два кварка, кварк-антикварк, вылетают как целое и образует так называемый пенезон. То есть это как бы такая иллюстративная, качественная картинка, что может происходить при взаимодействии с таким адроном, да. Значит, примерно вот это и происходит, происходит при любых процессах с высокими энергиями, с протонами и так далее. Значит, вопрос, который вы могли бы задать. Я говорил там, что есть частицы, которые состоят из кварка-антикварка, это мизоны, и частицы, которые состоят из трех кварков, это барионы. А существуют ли частицы, которые состоят больше, чем трех кварков? Да, такие частицы существуют. Они носят название пентакварки или тетрокварки. Но пентакварки – это частицы, которые включают в себя пять кварков, точнее, четыре кварка, один антикварк. Вот здесь изображен схематический пентаквар, который включает в себя четыре кварка, один антикварк. Он нестабильный, конечно, он сразу же разваливается, например, на нейтрон и такую частицу, которая носит название коон, комизон. Вот эти пентакварки получаются из взаимодействия налетающих частиц на какое-то ядро. В результате этого взаимодействия образуются пентакварки. Вот, и должен сказать, что это очень редкие явления, и их обнаружить очень сложно. Ну, вот последние годы есть утверждение о том, что, да, пентакварки обнаружены, они очень нестабильны, быстро распадаются, но тем не менее они есть. Вопрос, есть ли частицы вообще без кварков, тоже любопытно, да, если нет кварков, а частицы есть, да, такие частицы носят название глюболы, так, то есть некий кусочек клея, совершенно удивительные частицы, которые состоят только из глюонов внутри, так, их ищут, но пока что эти частицы тоже имеют статус такой, не очень определенный. Александр Юрьевич, можно маленькие вопросы, какую информацию мы можем извлечь вот из этих пентакварков, тетракварков, что, ну, какая у них там физические какие-то, может, есть особые свойства, или проверка моделей, может, каких-то можно с помощью них проверять? Ну, да, конечно, конечно, в основном это проверка моделей, то есть это ничему не противоречит существованию пентакварка, так, тут не нарушаются никакие законы сохранения, цвет получается тоже бесцветный, то есть, в принципе, нет запрета на существование таких частиц, да, но поиски их доведутся давно, как может, вы знаете, там уже на протяжении, может быть, там лет 15, вот, и были сообщения о том, что они открыты, потом были опровержения, но, в общем, это целая история, отдельная история, но, как бы, они были предсказаны, так, теоретически их существование было предсказано, еще в работах советских физиков, вот, но, как бы, то есть, теория была, теория, ну, вы понимаете, что тут для того, чтобы описать эту систему, надо же предположить, как эти пять частиц взаимодействуют между собой, чтобы они образовали связанное состояние, то есть, не просто, как бы, мы добавляем еще, там, две, еще две, они же могут быть, как бы, не иметь связанного состояния, так, вот, так, поэтому, тут сложная, конечно, теория, как, как нам описать взаимодействие пяти частиц, ну, обычно, как бы, берут кластер, там, три кварка плюс кварк-антикварк, между ними закладываются какие-то взаимодействия и смотрится, может ли такая система быть связана в состоянии, ну, вот, собственно, в этом, в этом и идея, как бы, поиска этих пентакварков, я не скажу, что тут что-то фундаментальное, это не, не претендует на Нобелевскую премию, ну, просто интересно, ну, считается, как, как открытие, так, вот, я, пожалуй, так могу только сказать, вот, значит, интересный вопрос, за счет чего же взаимодействуют протоны, например, или протоны нейтрон, если они бесцветные, значит, между, получается, если они бесцветные, то между ними нет цветового взаимодействия за счет обмена глюонами, как же происходит взаимодействие, вот здесь работает аналогия с электромагнетизмом, где вы знаете, что два атома между собой взаимодействуют, несмотря на то, что суммарный заряд атома электрический равен нулю, как это получается? Получается, за счет того, что электроны из одного атома взаимодействуют с протоном из другого атома, электроны второго с протоном из первого, в результате образуется некоторое, так называемое, остаточное взаимодействие, или сила Вандервальса. Эта сила гораздо слабее, чем электромагнетное взаимодействие, она убывает, убывает как радиус в шестой степени, вот, но аналогия достаточно для того, чтобы два атома, например, притягивались, да? Точно так же происходит взаимодействие между протонами и нейтроном. У нас есть некоторое остаточное взаимодействие, которое возникает из-за того, что у нас кварки из одного протона взаимодействуют с кварками из другого протона, так? Но, как бы, это остаточное взаимодействие, оно оказывается гораздо слабее, чем взаимодействие кварков самих по себе, но все же оно настолько сильно, что позволяет образовать ядра атома. То есть, вот это вот современное представление о том, как, собственно говоря, происходит сильное взаимодействие. Но более детально будет все, конечно, в курсе моих лиц. Значит, мы представляем себе адрон или там протон, например, нейтрон, как трикварка и некоторое глионное облако, да? Некоторое глионное облако, которое связано с обменами между этими кварками. И, значит, эти три кварка, они нами дают все наблюдаемые свойства частицы, в частности, электрический заряд, так называемое барионное число и другие свойства. Значит, но эти три кварка могут существовать в разных состояниях, например, по спину, поскольку каждый кварк имеет спину, одна, вторая, так? Это обычный фермион. Поэтому может быть разное спиновое состояние и может быть разная частица. Кроме того, может быть и разное орбитальное движение этих кварков внутри этого бариона. Таким образом, мы получаем целый спектр наблюдаемых частиц, так называемых возбужденных состояний протона. Ну, вот вы, наверное, знаете из ядерной физики. Дельта частица, вот ее масса. Следующая частица, там, более тяжелая, с такой массой. Но кварки сами по себе имеют очень маленькие массы. Вот. И основная масса возникает за счет глионного облака. То есть кварки вносят вклад в массу небольшой. Вот. И как бы основной вес, допустим, человека – это вес глиона внутреннего. Теперь, как изучают эти частицы? Изучают с точки зрения, с помощью рассеяния других частиц на этих объектах. И измеряют так называемое сечение рассеяния. Или эффективное сечение иногда называют. Ну, и зависит, конечно, это эффективное сечение от того, какая частица налетает. То есть если мы возьмем протон, на нем будем рассеивать протон, то этот протон видит большое сечение, так? Сечение большое. Взаимодействие сильное между ними, сечение большое. Ну, условно говоря, изображено кружком внизу. Если у нас есть фотон налетает, то фотон, мы знаем, это частица электромагнитного взаимодействия. Она видит, как бы, этот протон иначе. И сечение существенно меньше. Потому что взаимодействие, интенсивное взаимодействие меньше. И, наконец, предположим, у нас есть нейтрино, которая взаимодействует слабо с любыми объектами. Ну, и сечение получается, соответственно, гораздо меньше. Конечно, это условное изображение. Сечение получается намного порядков меньше. Это по сравнению с этим, а это по сравнению с этим. Такая картиночка. Ну, значит, есть такая любопытная частица, которая носит название померон. Померон – это как бы два глюона, которые объединяются в бесцветный объект, которые могут перескакивать из одной частицы в другую частицу. И, значит, такой померон получил название от фамилии советского физика Померончука, который впервые это предложил. Ну, и изучать такие помероны можно при столкновении протонов. Такое как бы столкновение косвенно, когда они отклоняются на очень маленький угол. И в этом случае проявляется эта частица, которая получила название померон. Ну, и, значит, мы будем изучать в будущем всякие квантовые процессы с участием частиц. Здесь, ну, два примера я здесь изобразил. Здесь известный бета-распад нейтрона. Мы знаем, что нейтрон – нестабильная частица. Она распадается за 15 минут примерно на протон, электрон и антинейтрины. Ну, здесь показано, каким образом, там, схематически это, конечно, все происходит. У нас есть три кварка в нейтроне, простите, U, D, D. Вот один кварк переходит, меняет свой аромат, переходит в кварк U. При этом излучается W-бозон, переносчик слабого взаимодействия. Этот W-бозон летит и сам распадается, он нестабильный. Он распадается почти мгновенно на электрон и антинейтрины электронную. И оставшиеся три кварка образуют протон. И у нас есть в конце протон, электрон и антинейтрины электронную. То есть это происходит спонтанно, примерно за 15 минут. И как бы это характерно для многих частиц. Причем распады такие могут происходить гораздо быстрее, конечно, чем распад нейтрона. Ну, второй типичный пример показан столкновение двух кварков. Точнее, кварки, антикварк. Значит, эти кварки, антикварки образуют, аннигилируют. Если мы их сталкиваем, например, в каких-то условиях, там на коллайдере, на ускорителе, они аннигилируют, образуя глюон. И этот глюон существует некоторое время и распадается, может образовать пару любых кварков. Ну, в данном случае изображены топ-кварк и анти-топ. Вот, то есть таким образом мы можем образовывать тяжелые кварки из легких кварков. Но, конечно, в том случае, если у нас достаточно энергии. Конечно же, у нас должен быть закон сохранения энергии. То есть только в том случае, если у нас в начальном состоянии достаточно кинетической энергии, для того, чтобы образовать пару очень тяжелых кварков. А можно вопрос небольшой? Да. Скажите, пожалуйста, за счет чего декварк в укварк переходит в распаде нейтрона? Это слабое взаимодействие. Типичное слабое взаимодействие. Оно заложено в электрослабой теории. У нас есть заряженные слабые взаимодействия кварков. При этом у нас есть переходы между кварками разных ароматов. И поскольку они имеют разный электрический заряд, при этом возникает W-базон, который уносит электрический заряд с тем, чтобы электрический заряд сохранился. То есть это у нас как бы просто основа слабых взаимодействий. То есть именно так называемые заряженные слабые взаимодействия и ответственны за большинство процессов распада барионов. Барионов, мизонов. То есть кварки могут, конечно же, менять свой аромат. Есть и более сложные, гораздо более сложные. Это как бы у нас переход внутри одного поколения. Но могут быть переходы внутри разных поколений, между разными поколениями кварков. Между первым и вторым. Между вторым и третьим. Но это очень, как говорится, интересная область. Но тут я не затрагиваю. Это чересчур уже, чересчур детально. Тут хотя бы, как говорится, обрисовать некоторые общие вещи. Теперь вопрос, который сразу же возникал еще давно. Откуда берется масса частиц? Ну, Сергей Александрович тут сказал, что это связано с хиксом. Ну, действительно, это, значит, идея была предложена тут разными людьми. Вот у меня фамилии этих людей здесь написаны. То есть не сказать, что это был один человек. Тут был и Хикс, Питер Хикс. Но тут были Браут, Энглер, Гуральник Хаген Киббл. Вот шесть человек тут. Я только фамилию указал. Но более того, любопытно, что идея была во многом заложена в работе советских физиков еще Гинзбурга и Ландау по сверхпроводимости в 50-м году. Ну, здесь показано фото этих пяти авторов. А с правой стороны Хикс. Вот. Но это они получили премию там по теоретической физике. Это еще было до открытия базона Хикса. Вот внизу, значит, у нас показаны Гинзбург и Ландау. И в чем мы идея, если так совсем на пальцах? Значит, если мы рассматриваем вакуум, обычный вакуум, то как бы вообще ничего в этом вакууме нет. Что такое частицы? Частицы – это колебание поля. Колебание этого вакуума, что ли. Так, рождение как бы над вакуумом частицы. Но мы можем представить себе, что это есть некое колебание поля. Так, частицы. Так вот, что такое базон Хикса? Значит, базон… Мы представляем себе, что у нас есть вакуум Хиксовского поля. Так, некоторое вакуум Хиксовского поля – это не ноль уже, так? А некая волна на поверхности Хиксовского этого поля или так, вакуума, скалярного вакуума – это и есть Хиксовский базон. То есть это и есть колебание Хиксовского поля. Значит, ну, здесь картинка, которую я, правда, не очень, не очень не одобряю, но тем не менее, как бы говорится, как приобретается масса частицы, которая движется через среду. То есть вот если частица, в данном случае человек, да, попадает в какой-то коллектив людей, то вокруг него там образуется толпа там почитателей, которые движутся с ним вместе. И вот они, как говорится, движутся уже как одно целое, и частица, которая как бы влетела, она с этой большой массой уже дальше продолжает двигаться, так? То есть вот, ну, некоторое совершенно такое, наглядное на пальцах, иллюстрация механизма Хикса, так? То есть мы можем, ну, все это можно сформулировать на более строгом уровне, конечно, мы это будем, может, на четвертом курсе учить. Мы считаем, что всю Вселенную заполняет некое невидимое скалярное поле. Частицы как бы цепляются за это поле и становятся массивными. А фотоны не цепляются напрямую к этому скалярному полю, поэтому не имеют массы. Вот на Большом адронном коллайдере, который вот будет у меня обозначаться LHC, физики изучают, как именно возникает это поле, является ли одно поле, или, возможно, несколько разных полей. Ну, одно поле обнаружено, мы знаем, это базон, как бы скалярное поле, и соответствующее возмущение над этим полем – это базон Хикса. Ну, здесь показаны люди, которые получили Нобелевскую премию. Когда был открыт базон Хикса, после этого, естественно, Нобелевскую премию получили теоретики, которые предсказали давным-давно этот базон Хикса мы видим, и с правой стороны, собственно, Питер Хикс и Франсуа Энглер. Остальных уже не осталось людей. Вот, и, собственно говоря, вы видите, что сейчас как бы Нобелевскую премию можно получить только тогда по теоретической физике, если это предсказание будет открыто экспериментально, подтверждено эксперименте. То есть, несмотря на огромные достижения теории физики, которые есть в теории Стронтон и прочие очень красивые вещи, но пока не будет экспериментального подтверждения, Нобелевскую премию не дадут. Значит, ну, это картинка… Есть еще вопрос. Да, да, да. Какое свойство фундаментального фотона запрещает ему цепляться за поле? Почему вот фотон не цепляется? Потому что фотон не участвует в слабых взаимодействиях, так? Фотон участвует только в электромагнитном взаимодействии и гравитационном. То есть, вот это единственное. То есть, он напрямую… Базон Хиггса не имеет электрического заряда. Если бы он имел электрический заряд, то он бы взаимодействовал с фотоном. Напрямую, потому что, ну, фотон взаимодействует с любыми частицами, которые имеют электрический заряд. В данном случае этот базон без… Он электрический нейтральный. То есть, с ним взаимодействуют только частицы, ну, естественно, кварки, лептоны, W-базоны, там, Z-базоны и так далее. Вот эти частицы. Фотон не взаимодействует. С гравитоном та же самая, да, ситуация, по всей видимости? По всей видимости, да. По всей видимости. Ну, с гравитоном это отдельная история. Это гравитационное взаимодействие. Я думаю, еще только предстоит как бы объединить со стандартной моделью. Ну, и, собственно говоря, эта картинка единственная, которая иллюстрирует еще идею Хиггса, которая была заложена в работах Хиггса. Собственно говоря, Хиггс был работой… Я смотрел работу Хиггса, конечно, ее читал. Значит, в отличие от других работ, в работе Хиггса был предсказан бозон Хиггса, так? Поэтому он и получил название Хиггса. В других работах тоже была использована та же идея, но на существование массивной частицы они не обратили внимания. То есть основная идея была в этих работах во всех – это придать массу переносчикам слабого взаимодействия, именно W-бозоном и Z-бозоном. Потому что это было существенным вопросом, откуда берется масса у этих частиц. Так вот, кроме того, что появляется масса у W-Z-бозона, появляется некоторая частица, которая имела смысл бозона Хиггса. Сам Хиггс вообще, когда обнаружил, что есть такая частица, он сказал, что это какой-то, как говорится, побочный эффект в его модели, он не знает, будет ли такая частица или это просто дефект модели. Но вот через много-много лет оказалось, что такая частица есть. Но идея заключается в том, что если у нас потенциал, смотрите, потенциал есть, зависящий от какой-то переменной. Если потенциал имеет форму параболы, то у него минимум всегда в нуле. Если же потенциал имеет, например, форму вот такую вот, которая у нас название перевернутая мексиканская шляпа, то здесь вот это состояние в нуле, оно нестабильное. У нас, допустим, шарик, который здесь, он скатится в какой-то минимум. Скатится в этот, предположим, он скатился сюда. А дальше, если мы вращаем этот потенциал, представьте себе, что есть еще одна переменная. На самом деле это двумерная картинка. Тогда у этого шарика есть два возможных направления движения. Либо вдоль минимума, вот вдоль этой кривой, либо вот здесь колебаться вверх-вниз. Так вот, движение вдоль минимума называется Голдстоуновским бозоном, а движение, вот колебания будет отвечать Хиггсовскому бозону. Вот это как бы очень грубая такая картиночка того, что заложено в идее Хиггсовского бозона. И оно реализуется в стандартной модели и работает на 100%. Ну, позвольте тут некоторые характеристики Большого адронного коллайдера. Ну, частично Сергей Александрович уже рассказал, поскольку у меня слайды уже есть, поэтому я кратко еще раз пройду. Ну, вот здесь это кольцо этого Большого адронного коллайдера. Для сравнения, здесь Женевский аэропорт, длина которого 4 километра. Так, диаметр Большого коллайдера 8,6 километра. Значит, ускорительное кольцо и детекторы находятся под землей на глубине от 50 до 175 метров. Здесь показана на рисунке также граница между Францией и Швейцарией. Франция и Швейцария, то есть он находится на границе между двумя странами. Вот, и под землей здесь показаны также различные детекторы, но я чуть подробнее расскажу, которые у нас название АЛИС, ЭЛИС, АТЛАС, ЛХСБИ. Так, ну, вот здесь более детальное, как бы, устройство этого ускорителя. Конечно, сложнейшая конструкция. Вот, ну, огромнейший вклад людей, которые создавали это. И тут работают тысячи, буквально тысячи ученых, инженеров. Вот, значит, здесь вы видите, что здесь, как бы, этот коллайдер включает в себя много промежуточных ускорителей, которые ускоряют эти протоны до нужных огромных энергий. Вот вы видите, значит, первоначальный ускоритель, бустер, так называемый. Из этого бустера протоны попадают в протонный синхротрон. Здесь они ускоряются, так, ускоряются в этом кольце. Затем они летят, попадают в следующий, так называемый, суперпротонный синхротрон, который старый, достаточно старый. Он ускоряет частицы до 400 гигаэлектрон-вольт. Эти протоны здесь движутся, достигают этой энергии. И затем они попадают уже в большое кольцо Большого Адронного Коллайдера. Либо здесь, либо они пролетают в следующий и попадают сюда, и летят навстречу. То есть мы получаем пучки протонов и встречные пучки протонов, опять-таки, протонов. И дальше задача их столкнуть. Есть несколько областей, где стоят детекторы. В частности, CMS-детектор. Называется компактный мионный соленоид. Это самый большой детектор. Затем детектор АТЛАС, АЛИСА, ЭЛИС и ЛХЦБ. Это четыре главных детектора. Вот они здесь изображены в другом виде. Ну вот опять вы здесь видите, здесь как бы суперпротонный синхротрон. Вот пучка в кольцо Большого Коллайдера. И здесь то же самое. И вот у нас здесь сразу здесь находится ЭЛИС, CMS, АТЛАС. Да, здесь АТЛАС и ЛХЦБ. Вот, значит, что из себя представляет, я чуть позже, может быть, об этих коллаборациях. Значит, каждое из этих обозначений включает в себя детектор, огромный детектор. Я покажу его отдельно. Затем это коллаборация физиков, которая, как правило, состоит из нескольких тысяч физиков и инженеров. Вот, и поэтому они называются коллаборацией, так, коллаборацией. Вот, значит, ну, характеристики этого пучка, который, конечно, поражает, так, что в каждой из кольцевых этих труб, значит, длиной 27 километров диаметром 5 сантиметров циркулирует протонный пучок, состоящий из, ну, такого количества сгустков, по 100 миллиардов протонов в каждом сгустке. Поперечник сгустков всего лишь вот такой вот. Суммарная масса всех протонов в пучке меньше 1 нанограмма, 10 минус 9 грамма, то есть легче пылинки, но в них запасена чудовищная энергия 300 мегаджоулей, примерно, примерно кеметическая энергия самолета. Предусмотрены все меры безопасности, включая системы слежения за пучком, и заканчивая аварийным выходом, то есть в случае дестабилизации пучка специальные магниты в считанные доли миллисекунды, уводят его по туннелю в бункер, где он поглотится огромной графитовой мишиной. Ну, на рисунке там были видны эти бункеры, то есть это некие поглотители, то есть в случае всяких аварий эти пучки можно увести и поглотить эту энергию. Значит, еще большая энергия, 10 гигаджоулей, запасена в нескольких тысячах сверхпроводящих магнитов, которые работают при температуре 2 градуса выше абсолютного нуля. При этой температуре жидкие гели, используемые для охлаждения, становятся сверхтекучим, как мы знаем, да? У него резко повышается теплопроводность, что помогает охлаждать установку. Значит, вот здесь перечислены эти коллаборации физиков. Атлас, по первым буквам сокращения итероидальная LHC аппаратус. Атлас, CMS, компактный минимум соленоид. Основные задачи этих двух коллабораций или детектора свойства бозона Хиггса и поиск новых явлений за пределами стандартной модели. LHCB – исследование физики, так называемых B-кварков, нарушение ЦП-симметрии и асимметрии материи-антиматерии. Изучение этих вопросов занимается коллаборацией LHCB. Наконец, коллаборация ELIS Large Iron Collider Experiment изучает кваргленную плазму. Есть меньше немножко коллабораций по количеству людей, по детекторам. ТОТЭМ изучает полное сечение рассеяния протона на протоне, упругое рассеяние, так называемое дифракционное диссоциацию, измеряет полное сечение протона-протона на рассеянии. LHCF, то есть LHC forward, то есть вперед, дифракционное рассеяние. Ну и есть еще коллаборация MODAL, которая изучает экзотику типа монополий и другую экзотику на Большом Адронном Коллайдере. Ну дальше пойдут некоторые картинки для иллюстрации. Это туннель Большого Адронного Коллайдера. Физики разъезжают на велосипеде. Можно только там, понятно, 27 километров кольцо. Схематически показаны детекторы, которые, собственно, используются на Большом Адронном Коллайдере. Это сложнейшее устройство, которое включает в себя несколько детекторов, рассчитанных на детектирование разных частиц в зависимости от их заряда, массы и так далее. То есть у нас есть первая так называемая трекинг-чамба. Это трековая камера. Трековая камера. Затем у нас есть электромагнитный калориметр красный. Здесь детектируются электроны, фотоны. Затем Адронный калориметр зеленый. Здесь детектируются протоны, нейтроны и пемизоны и другие частицы, сильно взаимодействующие. И, наконец, в конце, самая внешняя камера, это меонная камера, где детектируются меоны. Значит, эта схема заложена во все детекторы, которые используются на Большом Адронном Коллайдере. Здесь схематический детектор Атлас. Вы видите, здесь человек просто для сравнения размеров этих гигантских совершенно сооружений. Ну, вот здесь детектор CMS. Вот здесь даже в разрезе он показан. Показан его диаметр 15 метров. Длина 22 метра, масса 14 с половиной тысяч тонн. Ну, и здесь показаны вот эти вот, собственно, слои детекторов, о которых я уже упомянул. Есть вот эта труба, где сталкиваются частицы. Здесь, допустим, они столкнулись. Дальше они попадают в трековую камеру. Затем у нас есть электромагнитный калориметр. Электромагнитный калориметр. Затем синий здесь адронный калориметр. И имионные камеры вот здесь аж, вот здесь снаружи. Ну, это как бы, чтобы вы представляли, с чем, собственно говоря, имеют дело экспериментаторы для того, чтобы детектировать какое-то событие. Здесь показаны ли в себе детектор. Я уже не буду подробно рассказывать. Значит, немножко по физике более подробно. Что мы имеем? Мы имеем столкновение двух протонов. Протоны имеют огромную энергию, 7 ТФ. То есть это литивистские частицы. Тера, электрон, вольты. Тера, электрон, вольты. Значит, это примерно 7 на 10 в шестой степени мегаэлектрон, вольт. Ну, для сравнения, масса частицы, масса протона 939 мегаэлектрон, вольт, вилетная скорость света в квадрате, да? Значит, мы можем с вами подсчитать легко, что скорость частицы представляет собой практически скорость света. Вот такое вот отношение скорости света. Скорость чип протона, скорость света, вот столько девяток. Соответственно, мы можем найти Лоренц-фактор. То есть Лоренц-фактор, который нам нужен для того, чтобы описать столкновение релятивистских объектов. Мы знаем из специальной теории относительности, что у нас объекты, движущиеся, сокращаются вдоль направления движения. Но мы об этом еще поговорим, повторим все это. Вот, и фактически мы можем себе представить, что у нас есть два протона, сталкиваются, если бы мы их видели, как говорится, из нашей, через окно, через окошко, там мы бы видели два сталкивающихся таких блина, совершенно плоские. Тут изображено, что они такие диски. На самом деле просто абсолютно плоские два объекта. Ну, значит, некие теоретики предполагают, что даже с учетом того, что у нас внутри есть глюоны, и кварки, антикварки есть, что на самом деле у нас есть не два плоских объекта, а на самом деле типа линзы, двояко вогнутых линз, таких плоских. Но трудно сказать, насколько это соответствует действительности. Но это пока что, так сказать, чисто теоретические разработки. Вот. Что наблюдается? Вот если у нас сталкивается протон с протоном, то у нас, конечно, образуется очень много частиц, и есть так называемые джеты или струи адронов, которые летят в одном направлении. Так вот мы видим, как бы вот струя, здесь другая струя. Фактически эта струя образуется из кварка, одного кварка, который летит сюда. Вот сюда летит, допустим, там антикварк. И в конце концов они, происходит процесс адронизации, образуют струи. Вот. Ну, эти струи могут существовать в большом количестве. Ну, вот на CMS наблюдается до 10 джетов. То есть сразу же в разные стороны летят такие струи джетов. Здесь показаны на этом слайде разные механизмы образования бозона Хиггса. Я не буду подробно все рассказывать. Ну, вот, например, в одном случае у нас есть, может быть, столкновение двух глионов, которые находятся внутри протонов. Да, эти два глиона возбуждают поле топ-кварка. У нас образуется виртуально, что ли, так сказать, пара топ-антитоп. И эти пара топ-антитоп-кварков образуют Хиггсовские бозоны. Это один из основных механизмов образования Хиггсовского бозона. Есть механизмы с образованием бозона Хиггса и пары кварков. Есть механизм с образованием бозона Хиггса и W-AZ-бозона. Ну, или, наконец, да, вот пара топ-кварковый бозон Хиггса. Ну, собственно, похоже на вот это. Пара тяжелых кварков и Хиггсовский бозон. Все эти механизмы, они учтены, значит, в процессе образования топ-кварка. Значит, если сам бозон Хиггса, который образуется, он не является стабильной частицей. Он распадается за очень короткое время, там порядка 10 минус 23 секунды. И по разным каналам распада, то есть он может распадаться с определенной вероятностью на разные частицы. Все эти распады пытаются изучать люди. Вот. И сравнивать с предсказанием теории. Ну, вот один из основных интересных каналов. Это распад бозона Хиггса на 4 лептона. Вы видите, здесь у нас есть 4 легких частицы. Позитрон, электрон, мион и антимион. То есть 4 лептона, а эти частицы легкие. Сам бозон Хиггса тяжелый. Значит, и процесс этот идет через образование двух Z-бозонов. Промежуточные Z-бозоны. То есть, что мы видим в эксперименте? Здесь показано, каким образом, значит, этот процесс излучался. То есть мы видим, что Хиггсовский бозон, естественно, никто не видит сам по себе. А видит только продукты его распада. То есть вот видно, что здесь у нас вылетает электрон. Это еще один электрон. Ну, имеется в виду позитрон. Здесь 2 меона летит. То есть мю минус и мю плюс. Конечно, они летят не обязательно, как говорится, противоположные стороны. Тут важно, чтобы суммарный импульс сохранялся, конечно, в этом распаде. Вот, и можно восстановить массу Хиггсовского бозона по конечным частицам. Но, конечно, это не просто сумма масс этих частиц, а надо учитывать огромную кинетическую энергию, которая выделяется в этом распаде. Ну, здесь показаны, собственно, показаны различные каналы распада этого Хиггсовского бозона. Вот, ну, внизу как бы шкала массы. Ну, мы знаем, что он уже найден. И масса его 125 ГФ. То есть мы находимся вот здесь. И можем посмотреть, какие основные каналы распада этого бозона Хиггса. Ну, вот мы видим, что у него есть распад B-антибэкварк. Вот, здесь как бы относительная вероятность, так, вероятность или парциальная ширина, так называемая. Сумма всех должна быть равна единице. Вот, значит, здесь B-антибэкварк. Здесь у нас пара глионов, может быть. Так, здесь тау-лептоны, пара тау-лептонов. Дальше пара ц-кварков. Здесь два Z-бозона, которые распадаются на два. На четыре лептона. Наконец, может быть распад на два гамма-кванта. Здесь хочу отметить сразу, что если здесь указан канал, это не обязательно означает, что Хиггсовский бозон, например, непосредственно связан с двумя фотонами. Нет, это происходит через промежуточные частицы. То есть образуются, допустим, два топ-кварка. И эти топ-кварки образуют два фотона в конце этого. Вот. Ну, здесь показан какой-то пример распада на два фотона. Это событие. Значит, любой процесс столкновения носит название событие. Вот это событие распада бозона Хиггса на два фотона. На два фотона. Ну и анализ эксперимента типичного какого-то, в котором был обнаружен этот бозон Хиггса. Вот, допустим, мы смотрим на правую картиночку. Мы видим здесь как бы эксперимент, экспериментальные данные, которые меряются, отчитываются там количество событий, просто считаются количество событий. Есть некоторый так называемый фон, который говорит о том, что два фотона могут происходить необязательно из распада бозона Хиггса. Они могут просто рождаться там из-за кварков, из-за кварки, излучать эти два фотона. Но есть некоторый пик, который ассоциируется с промежуточной частицей. Вот, и как бы мы можем составить так называемую инвариантную массу этих двух фотонов, которая обязательно включает кинетическую энергию, ну или фактически энергию фотонов, поскольку они сами, они безмассовые. Вот, и этот пик отвечает частице, которая распалась на эти два фотона. Анализ очень сложный. Я скажу сразу, что он проводится долго, но в результате и были обнаружены бозоны Хиггса. Ну и здесь показано на этом рисунке какие-то схематические, что происходит при столкновении ядер, потому что в детекторе АЛИС, ЭЛИС, там сталкиваются ядра, уже не протоны, а ядра. Ну и вы видите, что здесь, какая каша из частиц образуется в результате столкновения двух ядер свинца. Здесь показано, ну, вот этот вот процесс столкновения в детекторе АЛИС. Значит, что изучается на Большом Адронном Коллайдере, кроме бозона Хиггса, его свойств и так далее? Свойства топ-кварков, самых тяжелых из известных на сегодня частиц, изучение кварк-дронной плазмы, фотон-адронные и фотон-фотонные взаимодействия, проверка различных так называемых экзотических теорий. Это сильная гравитация на масштабе энергии порядка одного тела, модели, в которых кварки и лептоны являются составными частицами. Одна из моделей – это техницвет. Модели с новыми типами взаимодействия. Например, такие частицы вносят название квирки. Свойства нейтрина и многое-многое другое. Ну, чуть-чуть о суперсимметрии, которая тоже является в центре внимания Большого Адронного Коллайдера. Значит, идея состоит в том, что частицы стандартной модели, о которых я говорил до сих пор, могут иметь так называемых суперсимметричных партнеров. Эта идея была предложена в работах советских физиков Гольфанд-Лихтман, а также харьковских наших физиков Дмитрия Васильевича Волкова, Владимира Петровича Кула, еще в далеком 1972 году. То есть она говорит о том, что каждая частица имеет соответствующий суперсимметричный партнер с другим спином, например, фермионы, там будут иметь суперпартнеры со спином 0 и так далее. То есть каждая частица имеет суперпартнер. И в чем, собственно говоря, плюс этого подхода в том, что одна из основных идей так называемого великого объединения взаимодействий связана с тем, что при повышении энергии у нас все константы электромагнитного, слабого и сильного взаимодействия, они сходятся в одну точку. То есть мы можем при высоких энергиях, порядка 10 в 16 степени гигаэлектрон-вольт, у нас все эти взаимодействия характеризуются одной константой. И как раз суперсимметричная теория, она предсказывает, что все три кривые сливаются в одну точку. Но это нетривиальный момент, правда? То есть две кривые всегда можно пересечь в одной точке, а вот что три кривые пересекаются в одной точке – это совершенно уникальное свойство суперсимметричной теории. Ну и вот эта вот Гарент-Юнификейшн-теория или теория великого объединения предсказывает также распад протона. Это как бы особенность этой теории. Тут распад протона, и понятно, что это очень редчайшие события. И понятно, что это уже 10 и больше, чем 10, 32 степени лет. Это гораздо больше времени жизни Вселенной. Такие эксперименты проводятся. То есть, так сказать, в разных центрах ищется конечное время распада протона. Ну, я об этом не буду говорить. Значит, одна из загадок – это то, что масса частиц очень отличается. Вот вы видите здесь Хиггсовский бозон, топ-кварк, WZ-бозоны, ботом-кварк, чарованные кварки и так далее. Если мы дойдем до нейтрина, то мы увидим, что здесь порядка 10 минус 11 электрон-вольт. Да, электрон-вольт. А, гига, простите, гига-электрон-вольт, то есть это ГЭВы. А здесь 10 второй, то есть мы видим, сколько порядков здесь. Здесь минус 12, 10 вольт, 14 порядков разницы масс. Эта теория, конечно, не объясняет так. То есть это остается одной из загадок. Второй загадкой важной является объяснение так называемой темной материи и темной энергии во Вселенной. Я об этом не буду подробно говорить. Говорить вы об этом наслышаны, что действительно мы пока что не имеем представления о том, что такое темная энергия, что такое темная материя. Это все еще предстоит узнать. Очень красивые есть идеи о том, что количество размерностей нашего пространства больше, чем 4. Ну и аналогия, которая приводится, связана с тем, что, например, вот если у нас есть акробат, который движется по веревке, естественно, у него только одна степень свободы. Он видит только одну размерность пространства, может двигаться. Но если у нас есть муха, которая находится на этой поверхности веревки, то для нее есть 2 размерности пространства. Она может двигаться в этом направлении, она может двигаться в перпендикулярном направлении. Более того, она может сделать окружность по этой веревке, вернуться в ту точку, где она находилась. То есть вопрос только размера объекта, который находится. Точно так же можем предположить, что у нас есть дополнительные размерности пространства, которые очень малы, и мы их просто не можем фактически увидеть или исследовать каким-то образом. Но эта теория получила развитие, я не буду подробно говорить, все это красиво. Но тут важно отметить следующую цитату Феймана, который сказал, что не имеет значения, насколько ваша теория красива, и не имеет значения, насколько вы умны. Если теория не согласуется с экспериментом, то она не верна. Все, точка. То есть любое теоретическое предположение должно проверяться на эксперименте. Это сейчас основной подход. И тут, безусловно, я не все отметил о теории. Значит, вот здесь, конечно, я упомянул, теория темная материя, темная энергия, дополнительные размерности пространства, поиски и унификации всех фундаментальных сил, проявление теории струн, очень красивая теория, изучение антиматерии, изучение свойств Вселенной. Вот, и фактически вот эта картинка такая, как бы она иллюстрирует нам развитие всей Вселенной и на каком этапе мы находимся. Ну вот, если посмотреть, вот, today мы здесь, так, мы здесь находимся, вот, а большой адронный коллайдер пытается изучить физику вот примерно здесь, на этом уровне, который отвечает на времени 10 минус 10 секунды с момента большого взрыва, то есть вот большой адронный коллайдер, его энергии нам позволяет дойти вот до этого времени. И температура 10 в 15 степени Кельвина, вот, и как бы фактически мы сейчас здесь, то есть это позволяет нам как-то продвинуться в изучении поведения Вселенной на ранних этапах ее существования. То есть вы видите, что здесь 10 минус 10 секунды, фактически мгновенно после большого взрыва, вот, и мы можем уже здесь, как бы, что-то судить о том, значит, как вела себе материя вот на этом этапе. Ну, дальше здесь последовательно этапы здесь, образование из кварков адронов, дальше образование ядер, ядер из адронов, из протонов, нейтронов, образование атомов, молекул и так далее, и мы постепенно приходим к тому, что вы видите сейчас, так? Александр Юрьевич, как у вас по времени? Я заканчиваю, у меня осталось два слайда. Все, я заканчиваю буквально. Значит, здесь указано, кто принимал участие в программе ЭЛИЦИ, я хочу подчеркнуть, что из Харькова принимал участие вот научно-исследовательский институт приборостроения, институты с интелляционных материалов, НТК, институт монокристаллов на Украине и Харьковский физико-технический институт. Значит, они принимали участие в создании детекторов, а также принимают участие в современных исследованиях на Большом адронном коллайдере. В частности, в Харьковском физико-техническом институте есть вычислительный CMS-кластер, интегрированный в систему GRID. Кроме того, есть группы, которые участвуют в коллаборации ЭЛИС и ЛХБ, а также в Киеве Институт теоретической физики имени Боголюбова. И не отметил я здесь, Институт ядерных исследований в Киеве тоже активно работает. То есть я фактически показываю последний слайд, хочу подчеркнуть, что Большой адронный коллайдер открывает новую эру понимания микромира, но мне кажется, что главное открытие еще впереди. Этот коллайдер будет работать как минимум до 2030 года. То есть у нас еще, у вас, главным образом, у вас еще 10 лет впереди. И я думаю, что там будет еще очень много открытого, открыто новых явлений, новых, возможно, частиц совершенно новой физики. Так что это очень интересное направление. Вот я вам рекомендую принимать участие, по крайней мере, изучить, что там делается и в перспективе. Ну, хочу сказать, что у меня есть лекции в интернете, выложены на сайтах. Я читал для студентов, аспирантов европейских стран. Так что там есть более серьезные, конечно, на более серьезном уровне все это, что я рассказывал. Все, большое спасибо за ваше внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. Ребята, не спитняйтесь, задавайте вопросы. Да. Есть вопросы к Александру Юрьевичу? Извините, вопрос, например. Вы вот обсуждали масштабы энергии, которые возникают, например, в теориях большого объединения или в суперсимметричных моделях, и которых следует достичь для того, чтобы их проверить. И вот на LHC вы показывали, что несколько терраэлектрон-вольт достигают энергии. Какие вы видите перспективы для повышения возможных энергий, которые можно было бы проверять экспериментально? Ну, значит, можно убедиться, что на Земле мы никогда не достигнем вот этой энергии. Там 10, то, что я упомянул, 10-16 ГЭП, к сожалению. Даже если мы построим ускоритель вокруг Земли, вокруг земного шара на экваторе. Но здесь, значит, одной из главных проверок является распад протона. Распад протона, потому что распад протона, он действительно связан непосредственно с теорией великого объединения. В этой теории предсказываются новые частицы, которые и отвечают за возможные переходы протона в другие частицы. То есть здесь как бы перспектива связана даже не с повышением энергии. То есть мы сейчас уже очень высокие энергии, а скорее даже с более тонкими экспериментами. То есть здесь есть как бы два пути изучения новой этой физики. Первый путь – это такой путь, ну что ли, прямого повышения энергии. А второй путь – это изучение все меньших и меньших сечений и маловероятных процессов за счет повышения точности, точности эксперимента, повышения так называемых светимостей. То есть возможности измерять все меньше и меньше, например, сечения. Или там времена, вот тут огромные времена жизни в распаде протона. Как это измерять? То есть строятся целые установки, в которых огромное количество протонов. И даже если вероятность распада одного протона очень мала, то за счет того, что протонов очень много, можно измерить, увидеть хотя бы один распад. То есть увидеть продукты распада протонов, допустим, за один год, хотя бы один распад. В общем, с моей точки зрения, у нас нет перспективы двигаться по энергии дальше. Теория красивая, но, по крайней мере, я не представляю, как можно достичь таких энергий в какие-то обозримые сроки. Ну вот я уже подчеркнул, что либо будут созданы новые ускорители на совершенно новых принципах, построенные на новых принципах, которые смогут, так сказать, создавать большие градиенты ускорения частиц. Сейчас уже пределы там достигнуты, так сказать, по магнитным полям и все такое. Но есть какие-то идеи, они разрабатываются тоже. Я тут не являюсь экспертом, в которых как бы предполагается ускорение, очень быстрое ускорение частиц на коротких расстояниях. Ну вот в Харькове тоже занимаются теоретики этим, так? Там плазменные методы ускорения частиц и так далее. Ну я вот вам немножко, так сказать, путанно ответил на вопрос, так как я это представляю. Спасибо. Спасибо.